Казахстанские врачи-эмбриологи приняли участие в 40-м конгрессе Европейского общества репродуктологии, проходящего в эти дни в Нидерландах. Докторов и менеджеров медицины со всего мира заинтересовал опыт реализации в нашей стране президентской программы Ансан Саби. Подробнее в материале нашего корреспондента Жанат Эрнст. Проблемы бесплодия и доступности вспомогательных репродуктивных технологий основная тема юбилейного 40-го конгресса Эшре в Амстердаме. Около 15 тысяч репродуктологов из 130 стран мира делятся накопленным опытом и учатся здесь друг у друга. Среди них и многочисленная делегация врачей из Казахстана, которым есть что представить на всемирной конференции. Благодаря увеличению государственных квот на использование ЭКО в течение последних двух лет в тысячах семей с проблемой бесплодия по всему Казахстану родились долгожданные дети. В Казахстане на сегодня выполняется примерно около 20 тысяч циклов ЭКО. То есть мы приближаемся по доступности к европейским странам, где тысяча циклов на миллион населения. Но важнейшим событием в нашем развитии стало обращение президента в 2020 году, где он объявил о повышении числа квот в семь раз. То есть 7 тысяч квотных программ – это почти половина из тех программ, которые мы делаем. Я считаю, что это доверие нам, врачам, которые успешно осуществляют эти программы. И вот по итогам 2021-2022 годов мы сделали 14 тысяч программ, родилось более 7 тысяч детей. В Казахстане, конечно, ЭКО довольно хорошо развито. Я сказал, по сравнению с другими областями медицины, они, так сказать, на большом уровне. Процедуры и эффективность многих процедур на уровне мировых стандартов. Я знаю, что правительство поддерживает специально, есть программа, особенно поддержка ЭКО. К сожалению, не во всех странах это так поддерживается. Допустим, в США нет такой государственной поддержки. И в основном ЭКО, значит, она коммерческая, и пациенты должны платить сами. По словам специалистов, бесплодие – это заболевание, которое нужно лечить, как и все другие болезни. Ведь отсутствие возможности иметь детей влияет не только на отдельную семью, но и на будущее страны. Поэтому вопрос достаточного воспроизводства населения – государственная задача. И очень важно, что в Казахстане это понимают, отмечают эксперты. Я вхожу в группу создателей Европейского регистра ЭКО. Несколько лет назад мы приветствовали вступление в него Казахстана, который регулярно предоставляет нам свои данные. Я был участником Международной конференции по репродуктологии в вашей стране и посетил несколько медцентров. Они хорошо укомплектованы. Я знаю, что у вас очень хорошие государственные программы. Надеюсь, у нас в Армении скоро будут такие же цифры, такой же объем. Я очень часто сам лично, будучи президентом Армянской ассоциации, консультировал с вашими коллегами, с профессором Лакшиным. Ваш опыт перенимаем. Наш, может быть, где-то в чем-то пытаемся передать. У нас тоже в каких-то вопросах есть свои продвижки. Но я знаю, что государственная программа в Казахстане одна из лучших. Выступая перед коллегами на Конгрессе, казахстанский профессор Вячеслав Лакшин подчеркнул, что ЭКО – это не только метод лечения бесплодия и регулирования рождаемости, но и предупреждение ряда хромосомных и моногенных заболеваний у детей. Он пригласил коллег принять участие в конференции Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, которая пройдет в Казахстане в ноябре. Жанна Терна, Жумарт Ахметов, Нидерланды, Амстердам, 24КЗ.